В Наринмаре начала работу августовская педагогическая конференция. Традиционно она проходит накануне нового учебного года и собирает на одной площадке все педагогическое сообщество региона. Порядка 600 учителей Нейнского автономного округа. Торжественное открытие конференции прошло во Дворце культуры Арктика. Там же были вручены отраслевые награды лучшим педагогам. АПЛОДИСМЕНТЫ Ко общество обратился Игорь Кошин. Глава региона предложил поговорить о качественных изменениях, произошедших в окружной сфере образования и о том, что еще предстоит сделать. Мы провели административную реформу. Мы сократили количество управленцев всех уровней, чтобы в условиях падающих доходов окружного бюджета сохранить заработную оплату педагогам и воспитателям. Вряд ли учреждения прошли объединение юридических лиц, чтобы сохранить все востребованные образовательные услуги. Результатом реформы стала единая образовательная среда с минимальным количеством зрений, где понятно, кто и за что отвечает. Но и то иногда эта система дает определенные сбои. Глава региона также рассказал о причинах перехода к системе нормативно-подушевого финансирования, новой системе оплаты труда педагогов, необходимости введения новых стандартов профессионального образования. Говоря о профессиональном образовании, глава региона представил нового руководителя Неницкого профессионального училища. Им стала Галина Медведева. На сегодняшний день перед нами стоит задача из нашего ПТУ сделать современное образовательное учреждение, которое позволит получать ребятам самые востребованные специальности, чтобы у них не было проблем с трудоустройством. По объему финансирования вы видите, что только в этом году дополнительно на ПТУ выделено порядка 50 миллионов рублей на новую аудиторию, на новую технику. Такая же система с нашим техникумом выделена порядка 20 миллионов рублей. И сейчас мы еще рассматриваем вопрос по увеличению финансирования на наш колледж. Потому что от качественной работы трех этих учебных заведений зависит, собственно говоря, социальное самочувствие большого количества людей. После торжественной части работа августовской педагогической конференции перетекла в рабочее русло. На совещании с руководителями образовательных организаций Илья Иванкин обозначил приоритетные направления деятельности региональной системы образования в новом учебном году. Например, на особый контроль будет поставлено обеспечение школ учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадями. Приобретение рабочих тетрадей – это очень важный момент. Возможно за счет бюджетных средств, только в случае включения в учебный методический комплект, используемый в школе, который утверждается приказом директора школы и размещается на официальном сайте учреждения. Если учебные пособия не включены в учебный методический комплекс, образовательные организации носят рекомендательный характер, то, соответственно, могут использоваться в рамках дополнительного изучения предмета и их приобретение, что очень важно, не является обязательным условием для родителей. Нововведением для школьников и учителей в наступающем учебном году станет обязательное включение астрономии в программу 10-11 классов с объемом не менее 35 часов. В расписании некоторых школ новый урок появится уже с 1 сентября. Остальные введут его в свои программы с 1 января 2018 года.